В конце октября в Запорожье в областной государственной администрации накануне Дня педиатра прошла конференция на тему ранее диагностика аутизма. Перед педиатрами, детскими неврологами, психологами и психиатрами Запорожья и области выступили Джеймс Пипан, американский педиатр и директор Украинской медицинской миссии, Анжелика Псарева, руководитель Центра социальной и реабилитационной помощи Прометей, а также его сотрудники, партнеры и родители воспитанников Центра. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили коллектив сотрудников Центра Прометей и Тамара Огородова, директор благотворительного фонда «Едни за майбутни» при поддержке Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации. Проведение конференции и раздача информационного материала была профинансирована основным спонсором Центра Прометей, Минонитским центром из города Молочанска, в лице его директора Оксаны Братченко. «Всегда стоит начинать с маленьких шагов. Не стоит браться за что-то огромное с самого начала. Маленький шаг – это просто помощь одному ребенку. Шаг чуть побольше – это помощь многим детям. Интересно, что здесь, в Украине, в процессе мы находим таких же людей, как и мы. Мы стремимся помогать специалистами и ресурсами, которые есть у нас в Канаде». На конференции выступил Олег Борисовский, главный врач областного дошкольного психоневрологического центра. По его словам, актуальность ранней диагностики аутизма для Украины и Запорожской области сегодня очень высока. Еще 10 лет назад из 60 пациентов психоневрологического центра аутизм ставили одному-двум детям. Сегодня это 30 человек из 60. Согласно украинскому законодательству, государственная психиатрическая помощь ребенку предоставляется только с трех лет. Направить на лечение может только детский психиатр. В штате госучреждений даже не предусмотрена ставка ABA-терапевта, который имеет лицензию на оказание помощи детям с аутизмом. Все это, а также период принятия родителями диагноза, который в конце концов ставит ребенку, в случае с аутизмом является катастрофической потерей времени. Ведь максимально ранняя диагностика, то есть до трех лет, повлечет за собой раннее вмешательство в развитие малыша с аутизмом и даст им шанс стать детьми, практически не отличающимися от сверстников уже через несколько лет после начала реабилитации. Организаторы конференции стремились проинформировать детских врачей о последних мировых достижениях в диагностике аутизма. Призывали их быть максимально внимательными к маленьким пациентам. Ведь именно педиатр наблюдает за каждым ребенком от рождения. И если он будет максимально проинформирован, если будет понимать, что диагноз аутизм – это не приговор, тем вероятнее, что врач сможет как можно раньше направить родителей такого малыша к специалистам. Это станет не только оперативной помощью особому ребенку, но и всей его семье, которая не владея информацией и сталкиваясь со странностями детского поведения, живет в постоянном стрессе. Есть закон о психиатрической помощи, есть другие вещи. Есть те же самые, допустим, пути помощи, методики и так далее, которые могут по всей видимости использоваться специалистами благотворительных всяческих организаций. А государственное официальное учреждение не может использовать, допустим, ту же самую ABA-терапию, потому что должен быть сертифицированный специалист. Специалистов у нас на Украине на сегодняшний день не готовят. И те же самые использования ВБМ, да, о чем говорили, оценка первоначальных навыков, мы не имеем права, потому что нет обученных специалистов и так далее, так далее, так далее. То есть на сегодняшний день оказание помощи – это сугубо на уровне энтузиазма и личностных таких качеств каждого специалиста, человека. С такими детьми я встречаюсь как раз на этапе ранней диагностики, когда ко мне направляют психиатры с районов для того, чтобы провела диагностическое обследование для решения именно диагностические задачи, прежде всего, у меня стоят. Поэтому, когда меня пригласили сюда, я увидела реальную работу по реабилитации уже таких детей. Я на первом этапе сталкиваюсь с такими детьми, и на этапе, когда они проходят какой-то период уже реабилитационной работы, лечебной работы. А когда мне очень было интересно, приятно и важно как человеку, то, что таким детям реально помогают у нас в городе. Анжелика Пстарева, руководитель центра «Прометей», ее сотрудники поделились с врачами своими достижениями, которых они добились, используя в работе уникальную модель реабилитации таких ребят. Центр представляет собой детский сад для детей с особыми потребностями, в котором в течение всей недели с 8 до 17.00 дети с диагнозами аутизм, ДЦП, синдром Дауна находятся вместе. Благодаря работе целой группы специалистов, каждый ребенок получает здесь ту индивидуальную помощь в развитии, которая ему нужна. А в режиме совместного пребывания очень быстро начинают развиваться все необходимые навыки социализации и коммуникации, в которых особенно остро нуждаются малыши с диагнозом аутизм. Вместе с друзьями, которых они находят в центре, маленькие аутисты начинают реагировать на окружающий мир, говорить, читать, писать. 15 воспитанников центра «Прометей» уже являются школьниками средней школы номер 66, что само по себе также является уникальным для Запорожья. Ну, во-первых, я хочу, чтобы эти дети могли жить в этом мире по минимуму, чтобы была вот такая вот опека, чтобы их вывести в люди, они могли сами себя обслуживать. Но обучение, я вам честно скажу, у кого-то получится, у кого-то не получится. Кто-то сейчас уже пишет сочинение, вот Максима взять, он пишет сочинение лучше, чем ребенок-пятиклассник. Кому-то это будет не дано, как и обыкновенным детям, в принципе, правда же? Вот. Ну вот, мне кажется, что этих детей прежде всего нужно действительно социализировать, чтобы они могли жить в этом мире без тыканья пальцев, без каких-то там насмешек. Дети, они когда учатся вот так вот, где все остальные, да, детки норма, то у этих детей появляется такое вот, а я такой же, и я умею, а почему бы нет? Вот смотрите, они пишут, считают, считают, они тоже такие же. Вот. А со стороны вот детей, которые рядом, то я считаю, что вот слово милосердие, там, сердобольность, еще никто не отменял, если вот такие моральные качества будут прививаться нашим детям, то это будет тоже отлично. Ну, я так, ну, на примере наших детей, ну, это абсолютно реально. Ну, знаете, когда я была в Германии, и там тоже же такие дети есть, там и ДЦП, и очень тяжело. Я была в одном детском садике интегрированном, и вот, ну, я просто свои ощущения не могу передать. Вот лежит ребенок, да, он не разговаривает, он не общается, не понимает, он просто, его родители работают, и вот обычный садик, там, где обычные дети. И этот ребенок лежит, значит, ему делают для профилактики от пролежни вот эти подушки прусовые, там, гречка, вот он лежит, начинается занятие, вот они берут этого ребенка. И на это, на занятие, вот просто его кладут рядом. Вы знаете, вот они его любят, как человека. Знаете, он для них не больно. И бегает девочка рядом, которая видит, что у него слюни текут. Она мальчику показала, дай салфеточку. Мальчик принес салфеточку, они его вытирают, вот понимаете, но нет у них такого понятия, что это за дети. Это дети, это немец, это ребенок вот таких же немцев, как они. У них нет такого понятия, ну, воспринимать, принимать, любить. Но это члены общества. Поэтому, ну, мне бы хотелось, чтобы наше общество тоже таким стало. Центр «Прометей» сегодня является неприбыльным союзом двух общественных организаций – родителей и специалистов. По словам психиатров госучреждения, чья работа очень ограничена рамками несовершенного украинского правового поля, за негосударственными центрами, подобными «Прометею – будущее». Ведь здесь специалисты могут использовать те методики, которые им подсказывает их опыт, их интуиция и сердце, открытое к особенным детям. Сочетание любви и профессионализма, вот уже в течение пяти лет существования Центра «Прометей», дает маленьким аутистам и их родителям надежду на счастливую жизнь, несмотря на диагноз. Сегодня по всему миру ситуация такова – количество детей с аутизмом неуклонно растет. У каждой страны свои проблемы, поэтому в этом случае совершенно не страшно сравнивать ситуацию в Украине и в Америке. Во многих областях у нас те же самые проблемы. Однажды я присутствовал на украинских выборах в качестве международного наблюдателя. Одна бабушка спросила меня, «Что вы здесь делаете?» Я ответил, что наблюдаю за тем, как идут выборы. Она спросила, «И как они идут?» Я сказал, что «Все идет замечательно». И она сказала, «Если выборы пройдут хорошо, то мы будем жить как в Америке». А я сказал ей, «У Америки свои проблемы. Вам не нужно быть как Америка. Вам нужно стать самой лучшей Украиной, которой вы только можете быть». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok